Это надо же со стиха начинать. Это же как это? Толя, расскажи какое-нибудь стихотворение. Муха села на варенье, вот и всё в стихотворении. Это видеоблог? Закрывал, наверное. Подумал, что просто вокруг события разные происходят, а видеоблоги по какой-то причине нет времени снимать. В течение месяца. Поэтому я не знаю, выйдет ли этот видеоблог скоро, не скоро, каким он будет и что там будет, но каким будет, таким будет. Таким будет. Куда мы, Толя, собираемся? В Минск, Оля и Виталий. А ещё кто там есть? Если будет Саня, то Саня. Нет, Оля, Виталий, а кто ещё? Беля. А ещё кто? А, мы. Мы, а ещё кто? Не помню. А, Юля. А, Юля. Минутка собственной рекламы. Первая реклама, которая вставлена из-за интегрированного в видос видеоблога. И можно подумать, их там везде было много. Это, я же не сказал, в Инстаграме-то я сказал, а тут не сказал. Вот, у нас аккаунт есть в Инстаграме, там ссылка внизу в описании. А если не знаете, как с посылки найти, то он есть в шапке, профиле закреплён. А если и там не знаете, то он называется Алекс Морено. Алекс, не знаю, подчеркиваю, не Морено. Ну ладно, тут напишу, заморочить. Вот, туда входят видосы, которые... Видосы, фотографии, но видосов мало. Так или иначе связаны с автографом, вот. Опять зима. Ну и ладно, пойду лыжи мыть. Алиса говорила, что снег... Снег не прекратится, но хотя он прекращался в этот день. Ну что это значит? Значит, Алиса обманула. Ну, я пока. Типа фотку, ну я же хочу. Красиво получилось. Это хорошо, хорошо, хорошо. Можно считать? Да, хорошо. Это недолго, а стало темно. Почему? Да, немного. У меня уже мышцы затекли. Какие? Моговые. Какие? Моговые. Моговые. Решили на квест съездить. Алиса в стране. Вызеркали и там... Моговые свозить. Но я не знаю, или можно будет там снимать. Потому что, насколько я знаю, не всегда в таких местах можно снимать. Вытяни молот. Вытяни молот. Это Оля. А это Юля. Ладно, поехали. Так мы сразу на гринс? Мы на микрозе сидим. Есть вот такая вот штука у нас. Дуал гейми. Хундли. 620 мини гейм. Аниверсити эдишн. Один жойстик не работает. Сейчас заедем поменяем, да? Да. Да. Я целую сумку с собой набрала. И что? Ну, тяжелая. А зачем ты ее целую набирал? Ну, не знаю. Какого-то говна набрала. В общем, мы сходили. Джойстик отдали. Нам взамен дали два. Мы можем играть втроем. Но одна проблема. Дырки-то все равно только две. Поэтому один джойстик оставим для тренировок. Кот в ворота с вывеской еще на монтаж. Слева от магазина Еврокэш. Там Еврокэш должно быть. Ну, все логично. Это туда. После проходите до упора в серую калитку. За ней будет вторая дверь справа. Серого цвета. Заходите на второй этаж. Это Виталик читает. Ему так сбросили описание, куда нам на квест приехать. И она открыта. Калитку нашли. Вторая дверь справа. Подъем на второй. На второй этаж тут только вот такой подъем. Вот, вуаля, вуаля. Вот, туда. Да нет, вот лестница на второй этаж. Залезешь на второй этаж. Чит, чит. Чит. Вторая дверь справа. Серая вторая дверь. Или просто вторая дверь. Серая вторая дверь. Серая вторая дверь. А красная считается за первую или нет? Да, наверное. Проклон просто серых две. А, ну там электрощитовая, я так что думаю, до упора так. Нет. Белия, ты вон в ту электрощитовую, мы сюда. Это не тот. Тут наклейки. Описание брали с сайта Алиэкспресс. Я вот здесь не начинаю поезд. Тут, тут, тут. Алиса, жила Алиса. Перемесится, что я зима. Спасибо. Пошли. Что, Белия? Ты спал с кроликом? Конечно. Вон, вон. Кролик. Вон, вон. Давай кролика себе. Давай. Почему вы снили? Мне осталось непонятно. Что непонятное стало? Как я и думал, снимать там нельзя. Поэтому у нас оттуда только короткие ролики, то, как мы сфотографировали все вместе по прохождению всего вот этого вот квеста. Вот тебе как, Коля? Нормально. От нуля до десяти. От нуля до десяти. Семь. Ничего себе. Вроде как бы квест на час рассчитан. А уже спустя 30 минут, с учетом наших жестких затупов, мы закончили квест. Ну... Ну что, на сколько из десяти? Ну, я тоже так думаю. А тебя как? Ну, мне не понравилось, что он нам все подсказывал. Как бы, мы даже проходили, когда Гарри Поттером, мы жутко тупили, но нам не подсказывали, пока мы не просили. А тут он все прямо, мы за 40 минут справились, хотя могли бы, у нас еще целых 20 минут было, можно было тупить и тупить еще. Когда на сватку долго тучишь, да, приезжаешь на финиш, где-то в 6 татра и никого уже нет. Да. И все сосиски съездили. Да, да, да. Мы тебе подсказывали. И максимум, что у тебя остается, это твой пивас, который такой же подмерзший в багажнике. Да, блин, по станицу. Да. Нет, так я имею в виду двое, это которые ты с собой взял. Потому что тот, который там, только ледяной. Костер потухший и никого нет. Мне завтра 6 вечера за окном. Ну, нормально. Ну, и надо еще джойстик занести. Юля, тебе понравилось? Да. Расскажу историю с приставкой. Да, есть. Здесь, может, все равно поцелебить. Вот, это копия Nintendo. Вот, такая. Она в мини-версии. Вот сюда должны вставляться два джойстика. Я же говорил, что джойстик у нас один был. Вот такой вот, не рабочий. Нам сказали, вот вам еще два, идите проверяйте. Но тут конфигурация чуть другая. Поэтому... Поэтому хозяева магазина позвонили и сказали, ладно, мы вам дадим новую приставку. Подписываемся и ставим лайк. Без игровых автоматов тоже обойтись не получается. Очередная попытка достать кого. Но ты ее не вытянешь. Присоску тут. Нам просто жопа как надо. Вот этот вот чувак. Как это его назвал? Игра в кальмар. Вы видели? Вы видели, насколько мы были близки к победе? Сейчас повторная настройка оптики и работаем. Мы, мне кажется, за ту сумму денег, которую мы уже вложили в этот автомат, могли бы таких две купить. Не? Да. Врагу не сдается, мы сгорели варя. Ну да, это ничем не поможет. Нам же приставку поменять надо. Обещали, что новую привезут. Не то, чтобы это не работало, все работает. Просто делать нехали нам. В Минске же больше заняться нечем. Приставки ходить менять. Третий раз. Ну, короче, сходили, поменяли приставку. Нам говорят, вот вам новая, но там только две кнопки. Новая берите, проверяйте, все тестируйте. Что мы сказали? Зачем нам новая с двумя кнопками, если у нас есть старая с четырьмя? Взяли поломанный джойстик обратно. Взяли поломанный джойстик обратно, да. Плюс-минус так. Сейчас здесь мы на этот. На лестницу на это полезем. Оля, куда едем? Развлекательный центр, если коротко, как вы, детский центр. Куда мы едем, Юля? Детский центр на Корозу. В Дерону? Да. Дядя Виталик, дядя Паша и дядя Деля очень хотят ехать в развлекательную центр на Корозу. Юля, там дорога рядом. Дядя Виталик, дядя Паша и дядя Деля мы рады больше всего. А вот чем? Ты как? Детский центр. Что может быть лучше? Лучше могут быть только взрослые центры, но они называются другими словами. Я клоуну платить не буду. У нас три клоуна вечером. Вчера было и сегодня вечером три клоуна. Но дети где-то там, я вижу и Толю, и Юлю. Я просто забуду потом. Ну, в Толидже для всех одинаково, да? Я говорю, Виталя, пошли, вот же есть. Вот он. Он говорит, не, это детский. Я говорю, чем он отличается от взрослого? Он говорит, во взрослом есть ультрафиолетовые лампы. Там вены можно посмотреть. Я не мог отказать, поэтому... Ну, вот так. Вот их хватило на час, они просто устали. А привези их домой, ну, что-то вот такая же корня, как и ты. Ну, нормально. Короче, с малыми нагулялись. Сейчас нам выдали, вот, третий бесплатно. Нас как раз три. Сейчас будем стрелять. Есть, конечно, опасения, что, возможно, кто-то из них военком. Не буду показывать пальцем. Но очень бы не хотелось. Нас третий бесплатно. Третий, она включает в себя 21 выстрел. Она идет без приз. Я ничего не нажимал. Без приз. Конечно, после этого. А с фриско-польской войной мы только научились. Видишь, получше, что ли? Да, ну, блин. Нереально. Целился в нижнюю. Ой, я... Супер-фрис. Я включить забыл. А сейчас здесь придут, можно? Страшно. Я включить забыл. Я все взял, кроме крышки объектива. Как расцениваешь свои шансы на победу? По синим? 50 на 50. Либо... Теория вероятности. Ну все, короче, приставку поменяли, джойстики нам дали. У нас все нормально, подключаем. Переполох. Толя, переполох. Где я, зелененькая? Юлечка, ты циферка 2. Вон ты с самого низа сейчас видишь? Юлечка, вверх давай, вверх. Вот, выбирай себе себе. У меня сапу. Юлечка, давай вниз. Влево. Вот это, посмотри, какая кролика леса. Будешь? Итак, всем привет. Цветы. Вот это поворот. Вот наша полка. Давайте начнем с... Вот наши дети. Давайте начнем с самого маленького, до самого большого. Самый маленький цветочек. Это, наверное, наши кактусы, которые мы сидели и съемочек. Нет, вот этот. Вот этот. Это наше недавнее приобретение. Нет, вот этот самый маленький. Доставай его оттуда. Покажем. Вот. Это пальмочка. Давай, Юлечка, по очереди показать. Это пальмочка Налина называется, да? Да. Давайте просто по порядку я сниму. Это монстера. А какого вы самого первого посадили? Так. Из этих? Да. Или вообще из тех цветов? Из всех. Из всех. Ну вот и второй вечер подходит к концу. Что по этому поводу можно сказать? Все отлично, все прекрасно. И по этой причине мы решили пригласить к себе в гости белого небеса. Смотри, 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 паш, паш, паш. Леги. Леги. Ахота на рысь. Мы поймали рысь. Рысь. Иди, иди, ка тефе. Смотри, ты рыжет соки. За рулем Оля. Иди, ка тефе. Субтитры сделал DimaTorzok